добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святом некоторые считают что в момент крещения духом святым в обязательном порядке должны происходить некоторые физические проявления там потрясывание или же падение библии мы читаем несколько примеров того что люди встречаясь с богом падали перед ним как мертвые кто-то кто-то просто падал ниц не мог пошевелиться кто-то делал это в качестве ритуального акта покорность и смирение смотрите бытие 17 глава история встречи бога с авраамом авраам был девяносто девяти лет и господь явился аврааму и сказал я бог всемогущий ходи предо мною и будь непорочен и поставлю завет мой между мною и тобою и весьма весьма размножу тебя и пал авраам на лицо свое бог продолжал говорить с ним и сказал обратите пожалуйста внимание что когда бог явился авраам он упал бог явился моисею он упал бог явился иисусу навину и тот упал когда бог является люди могут падать пред его лицо однако мы знаем несколько историй в библии когда бог являлся и героем и они не падали однако даже если мы говорим что это должно быть нормальной реакции на приход бога то если мы возьмем это за признак того что бог крестит нас духом святым то либо мы соглашаемся с тем что бог приходит один раз жизни что уже неправда либо что он крестит нас постоянно как приходит это тоже не является истиной физические переживания они возможны мы можем падать нас может потряхивать на могут быть еще какие-то вещи происходить а возможно ничего происходить и не будет я на сто процентов уверен что любые физические проявления не могут быть связаны с крещением в духе святом как знамение а